Всем доброго времени суток! Сегодня мы с вами поговорим о порядке выдачи наших судебных дел и ознакомления с ними. Судебные дела для ознакомления у нас выдаются обязательно в помещении суда, только с разрешением председательствующего нашего суда или судей, который ведет данную категорию дел. Все другие лица, которые работают в этом суде, не имеют права вам выдавать для ознакомления дела. Что касательно лиц, которые имеют право ознакомиться с нашими судебными делами. Опять же, законодатель у нас установил конкретный перечень лиц, конкретный список лиц, который у нас с вами ознакомливается с материалами дела. Это у нас подсудимые и потерпевшие по уголовным делам, а также гражданские исцы и гражданские ответчики или их представители по уголовным делам в части, касающихся гражданского иска. Опять же, да, напоминаю вам такой момент, что, так сказать, в нашем судебном делопроизводстве, да, если мы рассматриваем с вами уголовное право, допустим, статью «Причинение тяжкого вреда здоровью», то у нас потерпевшая сторона имеет право истребовать возмещение морального вреда у нашего подсудимого. И, естественно, да, раз у нас истребуется моральный вред, я думаю, мы с вами это уже выучили, да, мы с вами это уже знаем, что моральный вред – это у нас категория гражданских дел. И, естественно, данное дело у нас отправляется в гражданский суд, где уже впоследствии будет рассматриваться. Также в судебные дела у нас выдаются третьим лицам, которые у нас заявляют самостоятельно и требованы на предмет спора, или которые не заявляют самостоятельно и требованы на предмет спора. Они тоже у нас имеют право ознакомиться с делом, потому что, опять же, я напоминаю тот момент, что не они у нас, так сказать, истцы и ответчики, они у нас уже вступают в процесс, поэтому перед тем, как вступить в процесс, они обязательно должны ознакомиться именно с той категорией, делали с тем конкретным делом, в которое они, так сказать, у нас вступают. Следующее – это у нас законные представители по гражданским делам, медиаторы, кто не знает, кто такие медиаторы. Медиаторы – это лица, которые занимаются досудебным регулированием конфликта. Естественно, перед тем, как рассмотреть то или иное дело, они тоже должны с ним ознакомиться. Перед тем, как, так сказать, ознакомиться с теми или иными материалами дела, наши лица должны обязательно предоставить документы, которые нас удостоверяют личности. Это у нас, например, удостоверение личности, свидетельство о рождении или служебное удостоверение, если мы с вами являемся госслужащими. Опять же, напоминаю именно тот момент, что мы с вами ознакомимся с материалами дела только в помещении районного суда. Мы с вами не можем вынести эту папочку с вами именно за пределы нашего с вами суда. Следующие лица, которые у нас имеют право знакомиться с материалами дела, это у нас защитники, выступающие в судах первой инстанции или в судах апелляционной инстанции. А также адвокаты, которые у нас знакомятся с делами, по которым у нас уже закончен производство. Опять же, да, это для как раз той категории дел, где мы с вами можем найти, так сказать, вновь открытые обстоятельства, которые мы впоследствии с вами можем предъявить уже в верховных судах. Поэтому, естественно, адвокатам мы даем с вами такое разрешение, именно то, касательно категории дел, которая закончилась. Но обязательно, что касательно адвокатов, юридических консультантов, мы обязательно должны с вами предоставить ордер юридической консультации с указанием номера лицензии и даты ее выдачи. Для чего это сделано? Для того, чтобы мы с вами могли рассмотреть, а нас могли проверить, что да, действительно, мы занимаемся тем или иным делом. Также у нас есть, так сказать, такая функция, когда у нас судебные дела высылаются почтой или направляются через экспедитора или курьера. Это у нас процедура происходит только по распоряжению председателя суда и на основании требований высших стоящих судов и органов, которым предоставлено право истребовать данные дела. То есть простые физические лица у нас не имеют права истребовать дела. Дела у нас только истребуют, так сказать, госслужащие. Также при истребовании, также о высылке дел составляются у нас сопроводительные письма. И все вот эти наши сопроводительные письма у нас хранятся в архивах и потом, в соответствии, будут уже отправляться и прикрепляться к данной нашей категории дел. Что касательно дел. Дела мы с вами для ознакомления высылаем не больше, чем на месяц. Обязательно после этого, если вдруг проходит месяц, мы с вами начинаем дела истребовать. Естественно, мы отправляем запросы. Нашим архивариусам отправляются соответствующие напоминания. И уже если наши госорганы уже впоследствии не отдают дела, которые они взяли для изучения, для ознакомления, то уже вступает в председатель суда, и он уже будет принимать соответствующие своевременные меры, чтобы это дело вернулось, так сказать, в наш суд. Опять, да, я напоминаю тот момент, что мы отправляем не копии дел, мы отправляем оригиналы дела. Поэтому мы, так сказать, и трясемся за них, и хотим забрать, так сказать, наши оригинальные документы. Что касательно возвращения дел. После возвращения дел в суд наши все эти документы, естественно, изымаются. И уже прикрепляется именно сопроводительное письмо, что это дело было в том или ином государственном органе, и, так сказать, пришло, приехало, да, в наш суд. И обязательно мы пишем с вами время, на какой период времени это дело покидало конкретный суд, куда оно направлялось, и, так сказать, в нашем направлении, допустим, в прокуратуре, сколько оно там пролежало, и когда это дело вернулось. Это все обязательно делаются эти пометки у нас в журналах. Прикрепляется это все, опять же, да, к материалам, к делам. И уже потом, впоследствии, это у нас отправляется в архив. Это, в принципе, все, что я вам кратко хотела рассказать по поводу порядка выдачи судебных дел. Всем большое спасибо за внимание. Желаю вам хорошего продолжения вашего времени. Всем большое спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok